Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Физкульт, привет, дорогие друзья. В московское время 14 часов 7 минут. В эфирной студии Юлия Егорова. Роман Шахов. И у нас хорошие новости. Скоро начнется зима. Но не только это. С 1 по 3 декабря в городе Электростали пройдет 23-й традиционный международный турнир по индор-хоккей. Что там будет интересного? Какие там встретятся команды? За кого мы будем болеть? И на что мы будем претендовать? Обо всем этом мы будем сейчас говорить заслуженным тренером России с главным тренером хоккейного клуба «Динамо Электросталь» Игорем Шишковым. Здравствуйте. Привет, Игорь. Добрый день, Роман. Добрый день, Юлия. Очень рад быть опять у вас в студии. Приятно и готовы ответить на любые ваши вопросы. Ну, конечно же, мы хотим обсудить предстоящий турнир, потому что, я так понимаю, там будет схватка. Ого-го, какая. Ну, турнир это будет не просто турнир, это будет зрелище, в котором участвуют одновременно и мужские, и женские команды. 16 команд из Белоруссии, Казахстана, Ирана, Хорватии и судейский десант из Голландии. Так, это люди, которые разбираются. Голландцы вообще же очень активно играют в эндорохоккей. В хоккей на траве, они номер один, но в последние годы активно начали развивать и зимняя разновидность. Видать, у них похолодало, поэтому они решили под крышу уходить из комфортных условий. Так, ну а хорваты, что хорваты, как они? Ну, хорваты традиционный хороший середнячок, близкие нам по разуму, по языку, по стилю. Мы всегда рады их видеть, и это второй их визит к нам на турнир. Ну, очень приятно с ними общаться, очень приятно. А кто вот больше всего чувствует в себе потенциал победителя, как думаешь? Хозяева, конечно же, хозяева. У нас это отборочный турнир, мы будем формировать сборную России, которой предстоит два крупных турнира, чемпионат Европы и чемпионат мира. А вот подождите, с этого момента поподробнее, пожалуйста. Сборную России мы будем формировать? На этот турнир приезжают лучшие клубные команды страны, где мы, тренеры, будем отбирать лучших. Мест очень мало, всего 12, а участвующих очень много. Поэтому лучших из лучших мы должны отобрать. То есть, получается, на этом турнире будет решаться сразу несколько задач. Да. Игорь, а как же там, получается, у каждого игрока есть определенная позиция? Или они умеют на всех в защите, в нападении играть? Роман, абсолютно прав, вы профессиональный вопрос задаете, но у меня позиция универсализма. И для меня нет различий между защитниками и полузащитниками. Только вратаря имеют особую касту, у них как бы своя игра. А остальные игроки должны быть универсалы. Хотя различий с хоккеем много. Я вот готовилась когда к интервью, пыталась как-то в теории понять, что такое эндорохоккей, разобраться. Ой, очень сложно все это выглядеть на письме. Очень сложно. Таких правил, столько каких-то необычных техник, каких-то названий. Я даже выписывала себе, потому что, честно говоря... Приходи, Юля, посмотри, и все поймешь на практике. Подожди, подожди, я хочу найти. Вот, индийский дриблинг, обратная клюшка. Вот это все, все это... Это чисто хоккейная терминология. У нас специальный инвентарь, специальная клюшка, нетрадиционная, не так, как в хоккее с шайбой. У нас можно играть только одной стороной. Эта традиция уже довольно долгая. И дриблинг тоже перекладыванием клюшки левой рукой, левая рука ведущая. И нужно уметь иметь очень большую межмышечную координацию, ловкость, и чтобы владеть на ходу, не глядя на мяч вести, отдавать передачи. Как это вот, не глядя на... Это как пианисты... Периферическим зрением. Периферическим зрением. При этом же нельзя приемляться, да? Нужно быть все время чуть... Есть определенная позиция. Стойка там какая-то специальная. Да, основная стойка, согнутые колени, спина прямая, нельзя горбатиться, потому что если согнешься, ты ничего не увидишь. Я почему спрашиваю именно про технику? Потому что в эндор-хоккей играют девочки, и я сразу думаю, господи, но они же все, получается, со сколиозом. Это уже все это согнутая спина. Как же ж так? Как они попадают на обложки глянцевых журналов, наши хоккеистки? Вот, держа клюшку, вы можете задать этот вопрос. Получается, 8 команд мужских, 8 команд женских, да? Первого числа начало, что там о какой-то торжественной открытии? Об этом мы поговорим чуть позже. Игорь пока формирует в голове ответ. А мы сейчас сделаем небольшую необходимую музыкальную паузу. Оставайтесь, друзья, в компании с телерадиоканалом Страна.ФМ. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Еще раз, дорогие друзья, физкульт-привет. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Мы разговариваем с Игорем Шишковым. И говорим мы сегодня про эндор-хоккей. И всех приглашаем в электросталь с 1 по 3 декабря. Итак, торжественная церемония во сколько начинается, а где? Торжественной церемонии не будет. Игры сразу с корабля на бал. В 9.00 1 декабря, в первый день зимы, стартуют команды. Но церемония, финальная церемония, награждение будет обязательно. 3 декабря, соответственно. 3 декабря в 16.00 строго по расписанию. Все соревнования будут проходить в... Где? Теннис-центр. Теннис-центр. Это город Электросталь, улица Спортивная, дом 54. Очень комфортные условия и для зрителей, и для участников. Большая ли там парковка, Игорь? К сожалению, нет. Небольшая. Небольшая. К лишочкам можно дойти. Надо пораньше приезжать, я вот к чему, друзья. Я не успел тут опоздать. Ну вот Электросталь, это же сегодня мека, эндор-хоккей в России. Можно так назвать вас? Ну, мека я бы побоялся, но центр можно назвать, пока так скромно мы назовем. Да, у нас очень любят дети и близлежащие города. Павловский посад, Черноголовка, Ногинск. С удовольствием приезжают к нам. Ребята играют в турнирах. У нас только в чемпионате Мособласти участвуют 8 команд взрослых. Балашиха Можайск что-то представляет? Балашихи, да, есть зачатки. А Можайск для нас интересен. Мы будем рады пригласить всех желающих познакомиться с этим видом спорта. Приезжайте. Подождите, а Москву мы вообще не обсуждаем, да? Москва завсегда, ты у нас завсегда, они в гостях. Слушайте, а как, Игорь, как появился вообще Электросталь? Почему он, вот этот город? Исторически ведь 20... Исторически хоккей-шайбой был. Да? Да, это случай все решил в жизни. Я познакомился с девушкой, которая жила в Электростале и там посеял зерно эндорхоккея в 94-м году. Игорь Юрьевич, получается, Электросталь должна вам быть... Ну, не на руках, но хотя бы под руки. Согласен, окей. Хорошо. Объясните мне, пожалуйста, как вообще люди приходят в эндорхоккей? Я имею в виду, да, профессионалов, любителей. Как попадают? Да, очень тяжело было начинать с нуля. Прежде всего я хочу сказать спасибо большое хоккей-шайбой, потому что первые ребята, которые взяли наши эндорхоккейные клюшки, были из хоккей-шайбой, которые не сумели пробиться на высокие ступени ледяного хоккея и решили продолжить свою спортивную карьеру, взяв клюшки летние. Поэтому пришлось их немножко переучить. И в дальнейшем такая цепная реакция пошла. Они приводили своих друзей, племянников, друзей. И так снежный ком потихонечку обрастал и оброс уже до полутысячи занимающихся. Мы вот приглашаем людей на профессиональный турнир. А будут ли, может быть, в электростале или еще где-то любительские проводиться? Какие-то команды, интерес к этому есть? Люди пишут, может быть, Игорь где-то в сетях интересуется? Пока нет, у нас есть группа ветеранов, которые занимаются один раз в неделю, куда может прийти любой желающий попробовать, научиться. Ветераны в спорте, это, наверное, лет 40 уже, да? Да, лет 35-40-50. Мы всегда рады. Я уже пенсионер вообще. Да-да-да, я вам это значительно на Шахова смотрю. Нет, я уже просто, знаешь, да. Роман, приходите, приходите. А можно вот прийти к нашему, например, Роману, который в жизни клюшку не держал или держал Ром по профилю? Ну, хоккейный в детстве, как все, наверное, да. Ну, и начать играть. Мы реанимируем технику. И Романа тоже вместе с ней. Мне один этот глагол уже понравился. Реанимируем технику. Так, подождите, а с девочками как обстоят дела? Ну, это, я бы сказал, мое личное мнение, это гораздо эстетичнее выглядит, чем ребята. Ребята более зрелищные, а девчонки более эстетичнее. Потому что девушки в коротких юбочках бегают, грациозно. Ни в коем случае не сутулись. Это же неправильная просто техника сидеть. Юбочки на сколько длинны? Вот просто я предчувствую. Минимум, да. Максимум мини. Так, пошла жара. Отлично. Нет, слушай, ну, мужчины нас сейчас смотрят, слушают и думают, как интересно провести первые зимние выходные. А ты знаешь про самую главную девочку, которая обожает играть в хоккей на траве, да? Ну, не эндор-хоккей, но хоккей на траве. Это герцогиня кембриджская Кэтрин. Кейт. 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 Кейт Миддлтон. Миддлтон, ты понял? Хорошо, мы ждем, что она тоже приедет, купит билетик, запаркуется пораньше в электросталии, собственно. Ой, одна из Кейт, только белорусская, уже подтвердила свое участие. Приедет в составе Гродненского ритма. Это Аня Докутович, она будет у нас на турнире. Красотка. Красотка, да. Снялась фотосессия в журнале в белорусском, но очень красиво. Но она профессиональная спортсменка. Опять же, а вот девочки, например, которые не профессионалы, приходят к вам и говорят, научите меня играть, я хочу. Какая-то секция любительская, может быть, клубы? У нас в спортивной школе работают, которая принимает девочек, но мы уже 6-7 лет набираем, и они потихонечку растут, очень много девочек приходит. Если в футбол, как бы, очень много ребят, то в хоккей-на-тре у нас, кстати, превалирует более девочки, чем ребята в хоккей-на-тре. А вот такая, например, девочка, как я, которая чуть-чуть побольше, чем 6 лет, она может прийти и сказать, я хочу для фигуры, надоел мне обычный фитнес, спортзал, хочу заниматься чем-то новеньким. Хочу тоже на обложку, да. Ну, а первый шаг на обложку, это, конечно... Юля, приходите, приходите, обязательно, клюшку я вам не дам, а кроссфитом порекомендую заняться. Вот так-то рушатся мечты о спортивной карьере. Слушай, ну, можно, кстати, можно ли там фотографировать, снимать вот в этом плане, как на матчах? Можно, конечно. А есть какие-то особенные традиции вот в эндор-хоккее, которых нет, скажем, в обычном хоккее вообще больше нигде? Вот какие-то ваши специальные, может быть, приметы или какие-то приколы такие ваши? Есть особенность. Турниры проходят в течение трех дней, они краткосрочные, и чемпионаты Европы, и Кубки Европейских чемпионов. И за три дня команда играет пять игр. Достаточно насыщенная программа, по две ответственные игры в день. Подождите, еще раз, еще раз. Для блондина, каждая команда за три дня играет пять игр. Да. Сколько игра длится? Два тайма по 20 минут. Нормально. Два тайма по 20 минут. То есть сколько всего игр жители Электростали, да и вообще всей России смогут наблюдать во время турнира, пытаясь так посчитать? Финальные игры будут в прямом эфире на канале в Спорте.ру. А я хочу сказать, что страна FM также будет в прямом эфире. Отлично. И мы... Хочу сказать большое спасибо вашей телерадиокомпании, которая уже второй год поддерживает нас, ну и мы поддерживаем вас. А вы подумайте, может быть, нас не только вот в кроссфит брать можно, а может быть, и играть тогда уж возьмете, так, знаете. Мы вас возьмем на чемпионат мира в группе поддержки. Вот, кстати, а где может пройти чемпионат мира? Вот хотелось бы... Не может, он пройдет в столице Германии, в Берлине с 7 по 11 февраля. Так, а теперь вопрос. Значит, немцы к нам на наш турнир не приехали, а мы, конечно же, в Берлин отправимся. Берлин неофициальный турнир. Как говорится, куда ты денешься с подводной лодки? Все равно придется участвовать. А у нас турнир, он товарищеский по желанию. Если есть желание, приезжай. Но немцы, давайте так уж, если серьезно, они сейчас самые крутые, да, в этом виде спорта? Они чемпионы мира. Нет, они чемпионы Европы, чемпионы мира, голландцы последние. До этого немцы были три раза чемпионами. Ну, как вот 45 лет назад, собственно, да, они стали лучшими и открыли этот вид спорта для Европы. Они его создали в помощь олимпийскому хоккею на траве. И все страны поддержали это новшество, потому что это было в 74-м году. Да, да, да. Поддержали это новшество, потому что в зимних условиях, в отсутствии крытых манежей для хоккея на траве, заниматься еще негде, кроме как индор-хоккея. Ну, там сеточка-то есть вообще от зрителей? Да, приезжайте, вы не получите травму. Потому что надо как-то или шлем с забралом. Все-таки он же такой увесистый шарик-то. Да. Мне интересно, дерутся ли спортсмены во время матча? Есть ли там Товгай? Ну. Мне кажется, нет. Наш вид спорта, что индор-хоккей, что хоккей на траве, исключает любые силовые приемы, силовое насилие. И все правила направлены на то, чтобы игрок не получил травму. Кусаться нельзя. Понимаешь, люди подходят друг к другу и говорят, Сударь, вы не правы. Бежливо. А не могли бы вы... Не могли бы вы сесть на скамейку запасных. Друзья, мы сделаем небольшую паузу, после которой вернемся. Будьте в компании Страна.ФМ. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Игорь Шишков пришел к нам в гости, заслуженный тренер России. Мы говорим про индор-хоккей. Мы зазываем вас поехать с 1 по 3 декабря в Электростали на турнир по индор-хоккею. 23-й международный турнир. И вот мы сейчас за кадром обсуждали темперамент различных команд. Кто все-таки самый-самый темпераментный, энергичный, на ваш взгляд? Самые энергичные, темпераментные наши ежегодные гости из дружественной нам Исламской Республики Иран. К удивлению. Мальчики, да? Мальчики, мужчины. Они каждый год приезжают к нам и демонстрируют хоккей самого высокого уровня. Молодцы. Мы даже удивляемся, как удается им достигать такого уровня. Мне вообще любопытно, как в принципе, да, индор-хоккей попал в эту страну и что он настолько там популярен и развит. Он не особо популярен, но хоккей на траве в этой стране, так же, как и в Афганистане, Пакистане, Индии, это страны примерно одного региона, развиваются очень активно. Это в свое время Британия завезла туда хоккей на траве, и эти все страны южные поддержали. Да, в том числе Иран относится к этой стране, и на севере Ирана, в столице Тибриз, по-моему, северный Азербайджан, это тоже можно назвать мекко-индор-хоккей Ирана. Мы там были в свое время, на самом деле, очень интересная, своеобразная обстановка, и Иран к нам постоянно приезжает и приглашает нас к себе. У нас уже очень давние дружеские отношения с ними. Игорь, а вот, кстати, вы сказали про Великобританию. Там, я так понимаю, хоккей на траве, вот мы уже обсуждали, да, герцогиню Кейт Миддлтона, там он вообще очень развит, и в Кембридже играют, и вообще там как национальный вид спорта получается. Да, хоккей на траве – это родина его Британия. В каждом университете есть команды по хоккейу на траве, более 600 клубов. Ничего себе. Более 600 клубов, количество полей я не знаю, но то, что женская сборная Великобритании стала олимпийским чемпионом в последней Олимпиаде, это дало толчок развитию этого вида спорта еще раз. А что касается индор-хоккея, получается, в индор-хоккее же больше стратегии, если можно от бортика сыграть, например, а в хоккее, где нет бортиков с мячом, там вот... Роман, очень профессиональный вопрос. Да, это абсолютно разные виды спорта. В индор-хоккее более предсказуемый, более наигранная комбинация, их можно рассчитать. Как шахматы? Где-то я бы сравнил. Я больше его сравниваю с бильярдом. А, бильярд. Американка, да? То есть можно отдать пасу, глядя в одну сторону, отдаешь, а получить мяч в каком-то третьем углу. То есть это все можно рассчитать. Можно подтянуться в геометрии чуть-чуть, когда... Да, 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 Роман. А хоккей на траве — это пространство, время, это возможности для большей импровизации на скорости. Ну, это олимпийский вид спорта, и он... Что я могу сказать против олимпийского вида спорта? Это вид спорта номер один для нас. Индор-хоккей мы используем как вспомогательный, потому что других условий для нас нет зимой. Только играть. Мы знаем, что сейчас нас смотрят чиновники спортивные, мы надеемся на это. Что мешает быть олимпийским видом спорта индор-хоккею? Почему у нас в школах дети не играют в индор-хоккей? Ну, это же удобно, в конце концов. Можно же в спортивном зале в школе играть, да? Вот я об этом думаю, конечно. Играют, играют. И тем более, что нужно? Это же не очень затратный вид спорта, да? Нужен мячик. Мячик и клюшка. Защита там малейшая, может быть, на ноги. Щиточки на ногу, как в футболе. Некоторые школы используют индор-хоккей в качестве уроков физкультуры. Это не запрещено. Наоборот, рекомендуется. К развитию этого спорта рекомендуется. Я бы вот сына с удовольствием отдала. Опять же, дорогие учителя. И почему не олимпийский вид, отвечу, Юля, на ваш вопрос. Но этот вопрос поднимается постоянно. Требования Международного Олимпийского комитета к виду спорта, чтобы его взять к себе в семью. Это минимум, по-моему, 4 континента, а то и 5 континентов, чтобы играть. Кого нам не хватает? Мужчины и женщины. Здесь решение за самой Международной Федерацией. Они все-таки хоккей на траве ставят номер один. Индор-хоккей пока не может претендовать на олимпийский путем. Но ведь с другой стороны, там на небольшом участке площади разворачиваются такие страсти. Там же движение больше. Подождите, а сколько получается человек в команде? Пять. Великолепная пятерка и вратарь. Я теперь не забуду никогда. Мне очень понравилось, что можно рассчитать партию. А тренер как-то должен говорить, вот, ребят, играем так-то, такое-то нападение, такая-то защита. Да, тренер придумывает. Есть несколько тактических комбинаций, которыми можно варьировать. Выходит новая пятерка, смена идет. Она может отработать, использовать какую-то комбинацию заранее наигранную. А, то есть вы заранее это все продумываете? Конечно, это же шахматы. Как в шахматах. Играем такую-то защиту, такое-то нападение. А вы можете предположить, какую комбинацию надумала другая команда? Да, можно. А можно спросить у них? Нет, это все. Тут, мне кажется, какие-то другие нужные методы. Тренер во время игры должен оперативно принимать решения в зависимости от тактики соперника. Тактика соперника изучается на видео до игр. Это вот глобальная подготовительная работа. Должен ли тренер владеть мастерством с трудопереводчика, чтобы как-то на расстоянии... Тренер должен владеть всем. Все понятно, друзья. Опять же, прервемся ненадолго, оставайтесь в компании Страны ФМ. Дорогие друзья, главный тренер хоккейного клуба Динамо Электросталь Игорь Шишков сегодня в гостях у Страны ФМ в программе «Лучшие в стране». Мы говорим о том мероприятии, которое случится уже очень скоро с 1 по 3 декабря в городе Электростали. Да, будет международный турнир по индор-хоккею. Вот нашла замечательную фразу. В хоккей играет, конечно, настоящий мужчина, но не всегда на льду и на коньках. Мы, знаете, что не обсудили? Какие призы будут на турнире? За что будут бороться наши гости? Я так понял, что сборная. Самый главный приз – это путевка в сборную. Да, самый главный приз – это подтверждение своего статуса и попадание в сборную игрока. Но призы, конечно, будут. Это традиционные медали, кубки, призы лучшим игрокам в поле, лучшим вратарям. Как правило, это спортивный инвентарь. Иногда нас балуют коммерческие компании своими подарками. Их имена я раскрывать не буду. Пусть это будет сюрпризом. Этот турнир у нас, он как бы не стал тематическим по сравнению с предыдущими. Я вам уже говорил, что предыдущий турнир был посвящен 100-летию российского рубля. До этого турнира был посвящен 100-летию нашего поэта Михаила Матусовского, потому что «Подмосковные вечера» именно его слова. А вот следующий турнир, который я уже заглядываю вперед, 24-й, будет посвящен 80-летию нашего прекрасного города «Электросталь». Уникальнейший город, который буквально недели две назад отметил 100-летие электрической плавки первой у нас в стране. Поздравляем, поздравляем. Будет ли мэр «Электростали» играть через год в команде в какой-нибудь, может быть, выйдет? Я думаю, что Владимир Янович Пекарев придет на финальные игры, возьмет клюшку и сыграет. Обязательно. А, кстати, нет ли в эндорохоккеву своей звездной команды, как, например, аналогично существует в футболе? Старко, да. Старко? Нет, пока нет. Но вашу идею мы подхватим и попробуем пригласить. Дорогие музыканты, люди, чьи песни украшают клипы, украшают эфир «Страны ФМ», у вас есть возможность создать свою команду по эндорохоккею. Обращайтесь. Вот, Игорь Шишков, вся информация есть в интернете, правильно? Да, пожалуйста. mohockey.ru При этом правила не хитрые. Я уже сейчас вот общаюсь с вами, Игорь, понимаю, что, в принципе, можно разобраться. Даже, наверное, девочки вот такой блондинки, как я. Но самое главное, что в эндорохоккее ни в коем случае нельзя касаться мяча ногой, рукой, носом, головой, только клюшкой. Обратной стороной клюшки тоже, наверное, нельзя? Любой частью тела нельзя касаться. Я смотрела фотографии, сделанные во время игры, но девчонки и мальчишки у вас там просто летают в воздухе порой. Есть моменты незабываемые, когда, например, гол в падении забивается или еще в какой-то ситуации. Но это украшение любого игрового видоспорта. Ну вот подождите, украшение, а травматичный вообще вид спорта? Ну, по статистике есть травмы, но прежде всего зрителя пугает, конечно, клюшка и мяч. Как может такой мяч прилететь? Все правила, еще раз повторюсь, направлены на то, чтобы исключить всевозможные травмы. Это и соблюдение игрового расстояния 4,5 метра. Нельзя бить в сторону игрока. 4,5 метра до чего? От мяча до игрока, находящегося перед мячом. Если мяч будет выше колена, значит, игрок нарушил правила. Нельзя бить высоко. Можно бросать в ворота, но бить в игрока, стоящего перед тобой, запрещено правило. То есть, а если эмоции захлестнули, все, да? Ушел с поля? Ну, очень редко. Очень редко. Все стараются соблюдать правила. У нас интеллигентный вид. Да, хорошо. У меня вопрос по поводу сборной. Если, например, какая-нибудь команда из Казахстана, да? Ну, возьмем вариант такой. Показывает одного или двух игроков, которые, ну, блистательны просто. Есть шанс, что вы их можете как-то пригласить в нашу сборную потом? Или вот тут? У него гражданство свое, казахское. То есть тут такой. Может быть, там тоже перекупаются, как вот в хоккей? Ну, в хоккей на траве рассматривается федерация идеи натурализации аргентинских игроков. Но это пусть пока останется в ближайшей перспективе. Подождите, а у нас какие города могут оказаться в сборной? То есть спортсмены из каких городов? Или это вот исключительно? Москва, Подмосковье, Екатеринбург, Ростовская область. Это получается, вот вы сейчас, Игорь, перечислили топовые города, страны, где играют в эндорхоккей. Значит, смотрите, есть люди, которые увлечены спортом, есть люди, которые хотят зрелищ. Вот они собираются в электросталь с первого по третий. Что там у нас с парковкой мы поняли? Что с питанием? О, кстати, Ром, отличный вопрос. Конечно, я приехал на весь день, например. Я хочу смотреть... Мы же, если с Романом к вам приедем, мы же приедем с утра до вечера. Сидишь, болеешь, вдруг от волнения захотелось перекусить. Что делать, Игорь? Ну, я думаю, первое, вы можете потерпеть. Вот это вот ответ настоящего спортсмена. Выдержка и воля. Если у вас терпения не будет, вы можете подняться на второй этаж. Прекрасный буфет работает. Все, все. Теперь я спокоен. Для вас, я думаю, что мы сделаем еще VIP. Спасибо, друзья. Мы абсолютно не напрашивались. Так получилось случайно. Скажите, вот вы сказали, что все-таки мы надеемся, что победим мы. Мы имеем в виду и наших мужчин. Девочки у нас на такой же позиции, лидирующей? Да, девочки наши тоже. Но последние результаты турниров белорусских клубных команд заставляют задуматься. В Беларуси сейчас эндорохоккей на подъеме. И я искренне завидую государственной поддержке этому виду спорта. И то, что большой десант белорусский из пяти команд высаживается у нас уже. Пять команд, да, сейчас к нам приезжают? Да, из Минска, Смолевича, Гродно, Брест. Такой десантик они скромные высаживаются у нас. И они достаточно представительны. То есть правильно ли я понимаю, Игорь, что белорусы – это наши главные соперники в предстоящем турнире? У девочек, да. И у мужчин тоже, да. И Иран не лыком шит. И Екатеринбург. Очень сильный турнир будет. Игорь, над чем бы поработать нашим? Потому что вот мы, я так понимаю, еще немножко отстаем от немцев и Голландии. Мы, получается, на четвертом месте сейчас, да? Что чуть-чуть? Техника, скорость, упорство. Над чем еще надо бы нам поработать? Понимаете, я сейчас попробую профессионально вам ответить на ваш вопрос. Профессионально для обывателей? Для обывателей сложно. У нас специфический вид спорта. У нас левши в почете. То есть левая рука у нас ведущая. И таких координированных левшей, быстрых, шустрых, их нужно еще найти. В общем, звоните в Тулу. То есть небольшая проблема... Тулу должна поддержать. Ну, скорее всего. Друзья, большое спасибо. Игорь Шишков был в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». И с 1 по 3 декабря все отправляемся в электростали и болеем за индор-хоккей. Зрелище будет незабываемым. Россия хочет сказать вперед. Спасибо, ребята. Спасибо, Игорь. Спасибо, Игорь, вам огромное. Удачи вам. Спасибо.